Всем доброго времени суток! Наступил для меня час икс. Сегодня 4 июля, пол 11. И мы топаем в стоматологию. Что там? Имплант? Шуруп вкручивать! Расскажу вам о своем состоянии. Хочется, конечно, в одном слове, но умещаются во многих словах. Волнуюсь, переживаю, тревожусь, беспокоюсь. В общем, очень и очень... Что-то как-то побаиваюсь, не знаю что. Никак, ничего не вижу. Сегодня утром с сыном переписывались. И он, как обычно, как он умеет в своей манере, меня успокоил. Что ты переживаешь, это самое? Там же все импортное. Это, говорит, если бы ты в России или что, установлено, там бы был выбор, импортное или российское. А так, во-первых, говорит, все импортное. Во-вторых, он мне сказал, главное перед этим хорошо покушать. Потому что потом долго не сможешь. Что я, в принципе, и сделала. Муж сходил за очмой. И я съела целую эту булку. Вот так. И мне было очень вкусно. На сегодняшний день обещают вроде как 30-31 градус на день. Ну, мне кажется, что уже 29,5. Если не все 30. Уже жарко. Мокро и так дальше. Перешли дорогу. Ну, и тут сразу переходим в поисках тенька. Я вышла и думала про головной убор. Думала, назад-то пойдем будет как-то еще поактивнее солнце. Ну, забыла, естественно. Хорошо хоть помню вообще, куда идти. Ливерок трясется. Но если вы увидите это в видео, значит, все прекрасно и удивительно. Это первый будет этап. Ну, а второй, я так понимаю, через пару-тройку месяцев. А еще у нас дома невкусный арбуз. Вот так. Уже несколько раз покупали. И вот попался тот самый невкусный, недозрелый. Там даже косточки беленькие. Он такой мясистый. Все. Ну, ему, наверное, еще недельку поваляться бы на бахче. Тогда бы он был великолепным. А так он недоспелый. Завтра у нас недалеко должен быть базарчик. Может быть, купим. Хотя у нас арбуз-то этот большой. Разрезали его вчера. Все равно, конечно, ели, потому что он из холодильника. Холодненький. Уталяет жажду. Но он недостаточно сладкий. Я думаю, что следующее мое включение будет уже после процедуры. Если я смогу что-то вещать и улыбаться. Время покажет, как любит говорить мой супруг. Все, вперед. Все прошло, все закончилось. Мне хочется вроде как вам сразу все поедать, пока я ничего не забыла. В то же время меня все еще трясет. Руки трясутся. И, в общем, и ливер еще больше трясется. Сели в парке рядом с кабинетом, из которого вышла. Ну и вот рассказываю. Вся процедура заняла минут 10. Не больше. Не километров он. Да, я знаю. Ну, мы пришли. Сказали подождать. В общем, подождали. Еще ждали мы человека. Ну, ждали буквально там, я не знаю, 5 минут человека. Я думала, что просто врач занят. Нет. Ждали еще человека. Он откуда-то, я не знаю, был. На нем была такая футболка с изображением. Ой, кто так? Зуба. И он пришел с сумкой, с имплантами, с коробкой, с инструментами, с какой-то еще машинкой. И вплоть до капельницы там все было. Потом, когда я села в кресло, на меня надели такой чехол, значит, фартук такой. Потом обернули ручки у... Ну, вот свет направлять. Вот даже их в одноразовые ручки одели. И меня все вот эти манипуляции меня еще больше напугали. Количество этих манипуляций, количество предметов возле меня, вокруг меня, количество людей, что их три было человека. Ну, и меня, наверное, вот это еще больше напугало, испугало. Я спросила, сколько времени займет процедура. Мне сказали, 5-10 минут. Ну, ладно. Врач, как всегда, поставил обезболивающий укол один. Мне нравится, что он вначале места укола спреем брызгает, потому что само проникновение иголки тоже не очень приятно. Ну, все, поставил мне укол. Подождали сколько там минут, я не знаю, ну, 5-7 тоже. И началась процедура. Вначале это все сверлил, значит. Потом чего-то там устанавливал. Этот парень, который пришел постоянно, был, отсасывал у меня там кровь, слюну и что-то там еще. Вот. И... Потом сделали промежуточное, я так поняла, снимок. И потом он взял в руки молоток. Он хоть и небольшой. По-моему, его супруга, но она тоже имеет образование медицинское и стоматологическое, которое всегда присутствует тоже. Она еще фотосессию устроила, по-моему, она дочи. Она всегда ей шлет фотоотчет, у меня зуб выдернут, ей высылает. В общем, как я выгляжу в кресле, она всегда фотографирует и пересылает дочери. Я не знаю, зачем, но вот так. Его жена там меня гладила по коленкам, успокаивала, потому что она видит, я 4 салфетки там использовала в качестве... Ну, в общем, пыталась, хоть и был кондиционер включен, и мне было так жарко, страшно и мокро, но потом он этим молотком и стучал довольно-таки долго. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук сильнее. Такой был ритм! Такой был ритм! Достаточно продолжительное время стучал. Потом опять сделали снимок. Ну и сказали, все, хорошо, до свидания, через 3 месяца увидимся, чтобы установить коронку. вкрутили мне какой-то такой набалдашничек шурупик, такой тук-тук-тук туда он. Я думала, что он будет как заменой зуба. Нет, он туда близко к десне ушел, этот шурупик. Позвонили дочери, сказали, что процедура закончена, что через 3 месяца, что кость у меня тонкая, хотелось бы потолще, но прошло все успешно, удачно, ну и он уверен, что все приживется. Я тоже в этом уверена. Как может быть вообще не прижиться, не ужиться? Мы 5500 заплатили, если что, за первый этап, понятно? И никаких не прижиться мы не приемлем. Даже? Вот. А, выписал мне рецепт. Если кто знает турецкий, прочтите, расскажите, что написано. Тут 3 лекарства, антибиотик, спрей и обезболивающий препарат. А мы только вчера обезболивающий препарат купили. Ну, чтобы было дома, мало ли, голова или что-то забеспокоит. И тут новый, ну вот, не знаю, посмотрим сейчас. В общем, рецепт надо отоварить в аптеке. И вот коробочка. После моего импланта я забрала, попросила... Ну, что такое? Вот так выглядит коробочка. И тут размер на коробочке написан. Диаметр что-то 4,5 на 7 миллиметров. Зеркально, да, в камере отображается. Ну, вот так. А, вот с этой стороны надо прикладывать. Тут же. Вкрутили, прикрутили штучку. Ну и все. Сейчас вроде как отходит маленечко анестезия. Прислушиваюсь я, конечно, к себе больше, потому что беспокоюсь о своем состоянии после того, как отойдет анестезия. Вот так. Ну, хорошо, что это утром процедура. То есть есть в течение дня, что это маленечко все успокоится, подуспокоится. И к ночи будет великолепно. Ну, время покажет, так ли это. Увидимся. Вроде ничего не забыла поведать. Мы дома. Зашли сразу в аптеку, не отходя от кассы. Отоварили рецепт. Сейчас покажу. А, еще я вам не сказала, что в стоматологию я ходила в свою родную, так скажу. Решила, что от добра добра не ищут. По некоторым стоматологиям мы походили. В некоторые звонила дочь. И везде, в общем-то, в одной такая же цена, как и в моей стоматологии. А в других выше значительно. Ну, примерно на 500, на 1000 лир выше. Поэтому нечего придумывать. Пятое колесо к телеге. Ладно. И пошла в свою. Что-то должно быть прекрасное, красивое. Это мы вчера купили на базаре персики, нектарины. Класс. Ну, так вот. Антибиотик. Чего-то он здесь приклеил, сумничал. Как, видать, принимать. Но это уже мы дождемся дочь вечером. И она нам скажет, как это дело принимать. Вот так. Потом. Распаковка. Господи, ну это спрей. Сейчас поставлю на паузу. Так запечатано было хорошо. Тоже наклеил памятку, как принимать. Вот такой вот спрей. Брызгать. Чтоб ничего не заржавело. И обезболивающие. Мы наподобие что-то тоже с такой буковки начинается купили. Я показала ему. У меня была фотография просто. А он говорит, нет, нет, это не то. Ну, рисковать не стали. Все-таки уже заплатили больше. Дабы не было из разряда скупой платить дважды. Решили все оплатить. За все три препарата. Мы заплатили 160... Ну, в общем, куда-то я уже человек... 161,50. За все три препарата. 160... Округлить. 162 лиры. Ну, вот так. Все. Теперь будем ждать, надеяться и верить. А с вами мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.